Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим с комиссией, которая занимается вопросами экологии. Во главе угла сегодня у нас тема колодцев в Одинцовском районе. Так что, если у вас имеются какие-либо пожелания, вопросы, может быть, вы хотите озвучить какие-то проблемы или даже назвать нам адрес колодца, который, например, очень хорош, можно его заобразить считать, или наоборот, совершенно запущенный и заброшенный, звоните в наш телефон 508-86-84. Мы работаем для вас в прямом эфире. Наши гости сегодня Татьяна Васильевна Романова. Добрый вечер. Здравствуйте. А также Константин Александрович Стоялов. Добрый вечер. Добрый вечер. И Константин Александрович, и Татьяна Васильевна у нас консультанты-эксперты Общественной палаты Одинцовского района, третьего созыва. И я так понимаю, что вы раньше с Общественной палатой не работали, во всяком случае не состояли в ней. Помогали. Помогали, но не состояли ни как члены, ни как эксперты. Нет. То есть можно вас, в общем-то, с почином поздравить. Да, спасибо. Мы сейчас знакомим наших зрителей с новыми лицами в Общественной палате. Действительно, Третий созыв очень конкретно обновил кровь этой организации. Если можно, давайте вот перед тем, как мы перейдем к нашей основной экологической теме, перед тем, как мы начнем разговаривать о колодцах, немножечко о вас поговорим, чтобы наши зрители вообще понимали, кто вы и какими вопросами занимаетесь. Ну, давайте, наверное, Константин Александрович с вас. Я Константин Александрович Стояков, житель Северосидорского. Уроженец прям. Ну, не уроженец. А давно живете? Ну, жили 10 точно. Ну, уже хорошо, пожили. Уже понимаете вопросы местной конъюнктуры. Понимая вопросы местной жизни, проблемы, которые стоят перед жителями Северосидорского, пошел в Общественную палату для того, чтобы, по крайней мере, помочь жителям Северосидорского решить определенные, хотя бы самые маленькие вопросы, которые в данный момент не решаются. А можно вот сразу прервать? Вот просто действительно очень интересно, как это выглядит. Особенно, я уверен, нашим зрителям тоже. Знаете, есть такое ведь устоявшееся мнение, что вот есть какие-то волшебные люди в телевизоре, которые решают там какие-то вопросы. И причем неважно, зачастую какая там градация, чиновники они или общественники. Неважно, они откуда-то там из другого измерения, да, и стать ими вообще невозможно и так далее. Вот вы, если не работали раньше с Общественной палатой, да, я правильно понимаю, просто пришли, предложили свою кандидатуру, объяснили, почему вы хотите заниматься своими вопросами по своему направлению. И вы консультант-эксперт, верно? Верно. Да. Пришел в Общественную палату Захарю Юрьевичу. Познакомился, написал анкету. Познакомили меня с членами коллектива. Общим решением приняли. Ну что ж, вот на самом деле, уважаемые зрители, я к вам обращусь напрямую. Это очень хороший пример, на самом деле, того, что человек не, скажем так, не отсиживается где-то в стороне, не, знаете, обговаривает свои какие-то вопросы, которые касаются его родного поселения у себя там дома, да, или на лавочке во дворе, а идет и делает. Сегодня, сейчас, в 2017 году в России все уже возможно. Можно действительно быть и общественником, и активистом, и деятелем самых различных, околопартийных или беспартийных политических организаций. Главное, чтобы было желание, свободное время, ну и, конечно, царь в голове, потому что очень много у нас, к сожалению, тоже людей, которые хотят здесь построить город-сад, не учитывают, там, бюджетные какие-то возможности и так далее. Ну, то есть, вы хотите вот прямо работать чисто по направлению вашего поселения, правильно? Да, хочу работать по направлению своего поселения в данный момент. Ну что ж, Татьяна Васильевна, те же самые вопросы, почему вообще решили в общественной палате? Ну, в общем-то, нужна поддержка была, и тоже в решении каких-то таких основных проблем, которые не только моего поселения касаются, не только вот моей деревни. Я староста деревни Сальково, староста я уже давно, около восьми лет. Ну и вот есть какие-то проблемы, и вот нужна была помощь, и из-за этого обратились жители, в общем-то, сказали, что надо, чтобы помогам предложили, да, и, в общем-то, и пошла. Написала заявление, участвовала в выборах, но, к сожалению, вот и стала консультантом. Почему к сожалению? Нет, я не к сожалению, а я имею в виду, в основном, естественно, состав не прошла, а стала консультантом. Ну что поделать? Вы знаете, на самом деле, да я понимаю, конечно, вы знаете, на самом деле, вот по моему опыту, мы же с общественной палатой уже несколько лет этот проект ведем, у нас очень многие консультанты-эксперты абсолютно равнозначны членам. Просто членов, наверное, постоянно заводят и напрягают, чтобы они присутствовали на всех, безусловно, там, встречах, круглых столах и так далее. Экспертов-консультант вроде как полегче, но при этом при всем у нас очень многие эксперты курируют полностью тему. Да, что именно консультантам, потому что там более грамотные люди, более уже опытные люди, которые не в первом созыве подсказывают, и, в общем-то, ну, приятно работать. То есть пока у вас в плане атмосферы коллектива все нормально? Да, 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 и очень много неравнодушных людей, очень, ну, очень интересно оказалось. Татьяна Васильевна, у меня к вам такой вопрос. Перед тем, как вы стали старостой деревни, да, у вас село или деревня? У нас деревня. Деревня. А перед тем, как вы стали старостой деревни, вы раньше занимались какой-нибудь общественной работой, организаторской? Нет. То есть у вас тоже, вот, 8 лет назад это началось, что называется, с чистого листа абсолютно. Да, с чистого листа, да. Не страшно было, между нами говоря? Ну, между нами и остальными десятками тысяч человек, которые смотрят. Понимаете, дело в том, что, в общем-то, жители деревни, я знаю, жители деревни доверили, и, ну, я местный житель, я совсем местный житель, я постоянно жила в деревне в этой, с самого рождения, и, в общем-то, проблемы деревни мне очень близки, потому что так, как я там живу постоянно, и все вопросы, вот, касающиеся проблем в деревне, они, наши житейские проблемы, их надо решать. Я понял. А судя по тому, что вам предложили, собственно, ваши, односельчане, можно сказать, выдвинуться на кандидатуру, да, и попробовать себя в общественной палате, значит, общественная палата у вас нам тоже известна. Ну, естественно. То есть они у вас тоже какие-то вопросы решали, или, во всяком случае, вы слышали, да, о том, как они работают? Ну, просто хотя бы слышали, да, и, в общем-то, из-за этого. Мне просто интересно, то есть вы хотите, ну, понятно, да, продвигать, и вы, и Константин Александрович, и вы тоже, вы хотите продвигать интересы своих населенных пунктов, ну, это понятно. А вот все-таки почему именно общественная палата? Потому что какие-то, может быть, у них рычаги влияния есть, скажем так, и они знакомы с муниципалитетами, или почему? Вот в чем причина? Почему именно эта организация? Ну, давайте вы, например. Почему общественная палата? Потому что общественная палата – это коллектив, который состоит из неравнодушных людей, которые сами решили решать те вопросы, которые были актуальны для нашего региона, нашего района, нашего города, наших сел, деревень. Они сами добивались определенных результатов в своей деятельности. И, по крайней мере, те люди, которые работают сейчас, присутствуют в общественной палате Одинцовского района, это люди, можно сказать, что неравнодушные, но и люди, патриоты своей Родины, можно смело сказать, люди, которые хотят что-то сделать, которые привлекают... Неравнодушные, действительно. И вы знаете, вот как вы сейчас объясняете, на самом деле становится понятно, что старый тезис о том, что инициативные люди, которые не просто инициативные, у которых еще и получается, они, конечно, привлекают к себе все больше и больше сторонников. Потому что у нас общественная палата растет, конечно, в районе, это правда. Я сейчас предлагаю перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, к колодцам в Одинцовском районе, посмотреть одно из заседаний, которое у вас проходило. Вам, а также нашим телезрителям сейчас покажем, как обсуждали Подушкинский лесопарк, его нынешнее состояние и то, что там хотелось бы в будущем сделать. Для жителей Одинцова Подушкинский лес – одна из немногих зеленых территорий, которая располагается вблизи города. Именно поэтому общественники обратили на ее развитие особое внимание. Это основная зона отдыха для многих городов, не только 4-5 районов, потому что для Лазутинской трассы классная, но до нее добраться могут не все. И проблемно. А этот лес прямо рядом с городом, и два года как он отдану городу. Общественники обсудили перспективы развития зеленой зоны и превращения ее в полноценный лесопарк. По мнению активистов, средства на эти инициативы следует включить в бюджет Одинцова на следующий год. Первый вопрос, перечень и объемы необходимы, именно первоочередные. Работа на 2018 год по приведению в порядок зоны отдыха подушкинского лесничества. По мнению общественников, прежде чем что-то развивать, подушкинский лес для начала следует привести в порядок. Фотографировал сухостой, который стоит, те бревна, которые лежат поперек троп основных. Я сегодня прохвал до конца трассы, такого за все годы, сколько я здесь в этот лес хожу, никогда не было. Лес завален буквально буреломом, и основные тропы тоже завалены. В ходе встречи общественники предложили поэтапный план развития парка на ближайшие три года. Его детализация и обсуждение планируют начать в ближайшее время. Ну что же, вот так вот не так давно прошло заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Тем не менее, хоть и комиссия по ЖКХ, но видно, что, как правило, общественная палата, комиссия общественной палаты все-таки занимаются вопросами зачастую смежными с какими-то интересами других рабочих групп и так далее. Вот, в частности, сейчас Подушкинский лесопарк, да, но это экология. Хоть и комиссия ЖКХ, но это экология, откровенно. Ну что же, давайте перейдем к нашей основной теме. Колодцы. Вот для наших телезрителей, давайте вот с самого начала начнем, да, многие ведь не знают, особенно молодежь уже. Что такое вообще для современного русского села, деревни, что такое колодец? Вот вообще зачем он нужен? Ну, я отвечу. Конечно, давайте. Для современного села, деревни, колодец – это жизнь, это вода, особенно если вода чистая. С средних времен у людей всегда были проблемы. Попоск – это найти воду, доставить воду и сохранить воду. Всегда люди относились, берегли воду, ценили ее. Можно много примеров назвать, где колодцы служили местом, где собирались люди, где обсуждали свои вопросы, обсуждали не только свои жизненные вопросы и решали, как им дальше поступать, жить. Обсуждали все новости. А если можно, я вас немножечко прерву сразу. Смотрите, ну, понятно, почему так было раньше, да, потому что не так, в общем-то, и много источников пресной воды, да, если у тебя там река находится не пойми где, до нее идти раньше, наверное, было очень неудобно, да и сейчас не здорово. Но сейчас-то уже есть магазины, бутулированная вода и так далее. Разве не понизилась актуальность колодцев на сегодня? Абсолютно нет. Нет, не понизилась актуальность. Актуальность сохранения колодцев и вообще тема колодцев, она, во-первых, это стратегическая тема. Это стратегические запасы воды. Когда могу привести пример, рядом с селом Сидорском находится город Краснознамецк. Зато закрытый административно-территоральный округ. Когда в 2014 году, летом, была техногенная катастрофа, весь город остался на несколько недель без воды. Большинство жителей города Краснознамецка ходили в село Сидорского именно в колодцы набирать воду. И общественные колодцы, которые есть, они выполнили свои функции. Хотя часть колодцев, которые должны были выполнять функции как колодцы, они были не в рабочем состоянии. Но, по крайней мере, около трех недель жители города Краснознамецка могли пополнить свои запасы колодецной водой именно в селе. А производился какой-то завоз, может быть, воды, Москва как-никак рядом находится? В первые же дни техногенной катастрофы вся вода бутылированная, вся была раскоплива. Смели все. Смели сразу. Ну, понятно. Буквально. Воду везли в автобусах с Москвы. Это, я помню те времена, в то время. Потому что у меня тоже есть колодец. Ко мне с утра уже стояла очередь именно с людей из Краснознамецка. К каждому жителю Краснознамецка, у кого были свои частные колодцы, у кого-то частные колодцы, с утра приходили люди. Послушайте, ну, получается, вот как вы рассказываете, что фактически, если бы там не работали колодцы, хотя, казалось бы, сегодня жители города Одинцова, да, наверное, уже и забыли, что это такое, там, на колонку ходить. Во всяком случае, большинство. Но вот если бы этих колонок, о которых можно там даже посмеяться, не было, получается, что была бы действительно катастрофа гуманитарная. При том, что эта близость Москвы непосредственно и так далее, не помогла ничего. То есть, если бы не было колодцев, была бы беда, по большому счету. По большому счету, да. А сегодня вот в Одинцовском-то районе как у нас, я так понимаю, вот просто сразу логично, если вы собираетесь эту тему сегодня поднимать и пришли к нам с ней, значит, видимо, какие-то проблемы все-таки у нас имеются с колодцами. Ну, вы знаете, вот бывают случаи, что, например, в деревнях как-то бывает, вот сейчас в связи с тем, что вот ветра сильные, бывают обрывы электропередач, и часто не бывает света. И, в общем-то, все опять люди пошли опять на колодцы за водой. Рядом у нас находится, например, город Звенигро, там поселок такой, по речи, там вода не всегда бывает в приличном состоянии. И все опять люди идут за питьевой водой на колодцы. Это, ну, часто, в общем-то, да. Ну, и все. Я так понимаю, ведь у нас сегодня, по всей видимости, современные сегодняшние колодцы, это совершенно не колодцы, которые были в Советском Союзе. Потому что я помню даже из своего юношества, что у меня как раз загородный дом в том же Звениграде находится. Мы ходили, играли в футбол мальчишками, и после этого абсолютно спокойно из колодцев напивались. Просто до отвала, и никому в голову не приходилось, что этой водой можно отравиться или еще что-то. К сожалению, вот сейчас пить просто из колодца нельзя, нужно обязательно воду кипятить. Потому что, к сожалению, вот 10-15 лет назад это была одна ситуация, сейчас это совершенно другая ситуация. А в чем разница? В плане обслуживания недорабатывают или как? Вряд ли же просто экологическая ситуация так изменилась, что вся вода взяла и стала там ниже качеством. Ну и экологическая тоже, конечно, влияет. Ну и, наверное, все-таки больше надо внимания уделять чистке колодцев, проверке воды в колодцах. Я думаю, что к этому вопросу надо более внимательно относиться. Потому что это же все-таки вода. Ну и вообще уровень воды в колодцах очень упал за последнее время. Если вот, например, несколько лет назад был совершенно один уровень воды, сейчас, к сожалению, уровень воды намного ниже. Некоторые колодцы вообще уже нет воды. Пересохли уже. Да, бывает, что колодцы пересыхают. К сожалению, в Подмосковье, говорят, это проблема уже во многих местах, что уровень воды упал. Насколько это действительно вот в перспективе страшный момент? Насколько это момент, которым действительно вот необходимо прямо сейчас заниматься? Ну, вы знаете, вот, например, у нас пересыхают пруды. Мы уже с этим вопросом к администрации к нам обращались. И вот на данный момент надо вот решать как-то, поднимать этот вопрос. Вот было два пруда, один уже вообще. В 2010 году мы еще купались в этих прудах. А вот сейчас второй пруд, ну, понимаете, с каждым годом он все ниже и ниже. И почему-то даже после зимы не восстанавливается. То есть пруды уходят. И вот уровень воды в колодцах тоже. Вот просто люди стали уже переживать и опасаться, что, может быть, мы можем оказаться без воды. То есть первый уровень грунтовых вод очень понизился. Ну что же, у нас, к счастью, вот можно все-таки ложку меда в эту бочку дегтя докинуть. В том плане, что довольно крупные мероприятия экологического характера в Московской области проходят. То есть, слава богу, это не систематическое какой-то недосмотр по этому направлению. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям еще разок посмотреть материал, который подготовили мои коллеги из информационной службы новостей про другую экологическую акцию всерегионального масштаба. Это известный, уже знаменитый наш лес «Посади свое дерево». Экологическая акция проходит в пятый раз. Каждым годом количество участников растет. В этот день 34 тысячи саженцев обрели новый дом. Я благодарю каждого, кто выбрал нашу акцию, кто сегодня приехал вместе с нами посадить дерево, кто посвятил свое время, свои силы на благо родного Одинцовского района, кто решил сделать его лучше. Каждый, кто присоединился к мероприятию, пообещал, что будет ухаживать за своим деревом и не остановится на этом, а ежегодно будет сажать хотя бы одно растение, чтобы легкие нашего района наполнились чистейшим воздухом. Хватит вырубать, надо сажать, понимаете. И вот сегодня мы занимаемся тем, что мы даем новую жизнь, будут появляться новые деревья, красивые сосны, которые, я думаю, вот на этом всем поле будут очень красивые. Через определенное количество времени будем приезжать сюда, поливать и смотреть, как они растут. Акция отличная, я вижу, что с каждым годом она набирает обороты, приходит всеми членами семьи сажать деревья, а потом очень отрадно прийти, найти свою делянку и смотреть, как растут твои деревья. На самом деле радостно и приятно очень, что вот на сцене выступил, уже сказал, что занимаемся благим, нужным делом, и, как говорится, вот напрямую от слова к делу. Я вообще за охранность окружающей среды, животных, и мне вот это все очень интересно. И природа, она тоже зависит от нас в какой-то мере. С одной стороны, природа настолько сильная, что может и уничтожить нас, да, как мы вот. С другой стороны, природу нужно тоже помолеть, растить, что мы вот сегодня и делаем. Основной площадкой акции стала территория Хлюпинского лесничества. Именно здесь караедом-топографом был уничтожен большой массив леса. Деревья спасти не удалось, пришлось все вырубить. Чтобы восстановить былое величие, 33 тысячи саженцев сосны были высажены на пустых полях. Такая настоящая уже армия людей неравнодушных, небезразличных к тому, что происходит на территории района. Людей, действительно, которым не все равно. И караед-типограф, о котором мы уже говорили много раз, уничтожил большое количество деревьев, растений в наших лесах. И восстановить его могут только совместно и жители, и лесники, и все, кому положено этим заниматься. Только вот такой большой, огромной команды. Здесь раньше был посажен лес, и я сюда часто приходила, допустим, зимой покататься на лыжах. А потом, когда его вырубили, я была в шоке вообще. Почему? Но потом узнал, что здесь собираюсь посадить новый лес. И, ну, конечно, обрадовался. Сколько здесь много людей, и они все сплотились для того, чтобы посадить свое дерево, чтобы посадить несколько деревьев, и чтобы снова вернуть то величие этого леса. Анатолий Кучерина пообещал чаще бывать в Одинцовском районе, так как теперь здесь растет его дерево, которому необходимы уход и забота. Российский адвокат присоединился к акции и показал, как правильно сажать деревья. Это хорошо в том числе и для молодежи, да и для нас тоже. Это определенное формирование позиции, отношения к природе, к лесу. Ну и вообще выйти из кабинета и побывать на природе, и сделать полезное дело, на мой взгляд, это очень хорошо. Кто-то впервые принимал участие в экологической акции, а для других – это традиционное мероприятие, которое нельзя пропустить. Ведь только вместе и сообща можно справиться с любой проблемой. Вообще, это великолепнейшая акция. Она поддержана всеми и членами партии, и сторонниками партии. Особенно в этом году – это год экологии России. У нас отдельный проект «Экология России». И все члены партии очень внимательно к этим акциям относятся и стараются быть в числе первых. Только личным примером бережного отношения к природе можно воспитать ответственных граждан района и страны в целом, считает глава муниципалитета. Там, где тяжело, я должен быть первым. Там, где мы проводим акции, где мы что-то восстанавливаем, где мы сплачиваем людей, где мы созидаем, где мы даем какую-то радость и надежду людям, мы там должны быть первыми. Это и есть миссия власти. И мы стараемся делать свою работу хорошо, поэтому везде первые. Главное слово, чтобы саженцы сосны прижились – хорошо их укоренить, а поливом займется сама природа. Уже через пять лет на месте пустого поля будет стоять молодой сосновый лес. Ну что же, вот такая замечательная акция у нас уже который год в нашем Одинцовском районе проходит. А мы тем временем возвращаемся к теме колодцев. Мне подсказывают, что есть звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Любовь Трофимовна. Очень приятно. Я жительница Одинцова. Я 20 сентября задавала вопрос, почему на 47-м километре Можайского шоссе до сих пор не посадили лес? Там все вырубили, у нас там дачные участки. У нас же здесь, смотрите, находились представители комиссии соответствующие, они вам пообещали, что перезвонили. Да, говорили, разберемся, но ничего не ответили. Так они вам перезвонили хоть? Нет. Ох, Любовь Трофимовна. Через три недели вот звоню второй раз. И правильно делаете, правильно делаете, что звоните, мы сейчас еще раз повторно ваши данные им передадим, уже спросим, почему вам не звонят. Да, потому что там все заросло уже. Ага. Ага. Ну смотрите, насколько я помню, насколько я помню, там было предположение, что вообще это место засадили. То есть засадки там есть, но понятно, что лес не встанет за один год. Нет, нет, не сажали, у нас там участки садовые, мы все знаем. Нам отвечали, что у них нету саженцев. Ну что такое, как саженцев нет, миллионы саженцев есть, а на вас нет. Да. Спасибо большое, что позвонили, на самом деле, ну такое иногда случается, надо просто понимать, что у нас довольно большой объем обращений получается. Если что-то там потерялось, то хорошо, что вы не забыли об этом, а все нам опять сейчас напомнили. Повторно передадим в общественную палату, в комиссии по экологии, как раз вот ваше направление, ваше заявление, они вам обязательно позвонят. Спасибо, что звонили. Так, ну что же, вернемся к теме наших колодцев. Смотрите, вот понятно, что они действительно нужны, это никакой там не пережиток советского времени и так далее. Это вещь, которая, во-первых, в экстренный момент, в любой момент может нам понадобиться. И, во-вторых, ну действительно просто это обычная нормальная вещь. Многие деревни, села зависят во многом не от бутулированной воды, а как раз таки именно от колодцев. Насколько бы это там городским жителям не могло оказаться там странным, но это данность. Люди живут и воду оттуда берут. Скажите, есть ли какие-то вообще вот нормативы, вообще как должен выглядеть нормальный колодец? Что у него должно быть? Как он должен выглядеть? Да, есть определенные нормативы по СанПИНу. Вкратце, колодец должен всегда быть накрыт определенной, то ли деревянной крышкой, то ли домиком. Всегда должна быть отмостка сделана. До отмостки всегда радиусом метра на глубину 2 метра всегда должен быть глиняный замок, чтобы не проходили верхние воды. Во-вторых, должна быть всегда лавочка для ведер, должен быть подъемный механизм, то ли ворот, то ли еще какой-то другой. Рукоятка. Кроме того, по СанПИНу, каждый год на время паводка должна проходить экспертиза санэпидемстанции на проверку питьевой воды. Каждый год должна проходить техническая очистка колодцев по заданию. На это выделяются определенные деньги. Мы понимаем все, что это очень мало, но по крайней мере хоть что-то как-то делается. Тем более, что все администрации района принимают активное участие в этой работе. Смотрите, если я не ошибаюсь, ваша комиссия проводит мониторинг состояния колодца в Одинцовском районе, верно? Вот если на сегодняшний момент взять то, что, например, Константин Александрович, вы же ездите на эти мониторинги сами? Да, мы получаем письма от сельских жителей. Где люди просят выяснить, разобраться, что там. Выяснить, разобраться именно с общественными колодцами. Потому что в свое время в каждой деревне, в каждом селе, кроме частных колодцев, были общественные колодцы, за которые отвечала местная администрация. Прошло время, и как-то общественные колодцы как-то стали немножко неухоженными. И вот последнее письмо общественной палаты от жителя села Сидоровского, могу даже назвать фамилию, Новосадов Николай Викторович, написал, просит нашу комиссию, лично Захара Юрьевича, разобраться в одном вопросе. Он живет в центре села, недалеко от старинного храма. Около его дома находился колодец. Более десяти лет на его памяти он не помнит, что кто-то его чистил. Местный колодец служил сбором для мусора, для погибших животных. Часто там играли дети. Колодец был не накрыт ничем. В этом году приехала бригада, почистила этот колодец, вынула очень много грязи, ну, около двух-трех кубов грязи точно были найдены какие-то велосипеды, погибшие животные. Почистили-то почистили, он пишет. И уехали, а накрыть домиком, сделать подъемный механизм, сделать отмостку, хотя бы городить, потому что около этого колодца находится телефонная будка. То есть это просто яма в земле, правильно? Яма в земле, приехали, приехали, наверное, деньги получили, почистили, да, добросовестно почистили, и на этом все. То есть колодец как остался открытым под... Знаете, вспоминается старый советский мультик, а и так сойдет, помните? И так сойдет, и так сойдет. Ну, насколько я понимаю, действительно, в этом никакого вообще смысла нет, потому что, ну, а что смысл очистить? Во-первых, понятно, что вода, если она действительно 10 лет находилась вот в этом во всем, понятно, что вода там не то, что не питьевая, она вообще ядовитая совершенно. Как ее ни кипяти, ни кипяти, с ней ничего уже не сделать. Во-вторых, даже если бы теоретически, я просто не знаю, может быть, так и сделали, там вообще обновили воду полностью, да, завезли откуда-нибудь, я не знаю. В любом случае, но если там нет этой крышечки, значит, это будет все так же кладбище домашних животных и мусора. Он и пишет, что так и продолжается. А вы в данном случае что делаете? У нас, к сожалению, вот уже заканчивается время, давайте вот с этим примером закончим и беседу уже сегодняшнюю тоже завершим. А вот в данном случае, что конкретно вы делаете? Вы пишете кому-то, обращаетесь, как? По этому письму, по конкретному случаю, я обратился в местную администрацию, получил ответ, что работы ведутся. Я позвонил непосредственно исполнителю этих работ, весь вопрос в денежных средствах. Ну, понятно. То есть на санацию колодцев деньги получены, а именно что касается уже внешнего вида, эстетического вида, домика... Ну и вопрос о безопасности, на самом деле. Вопрос о безопасности на эти деньги администрация не выделяет, и исполнитель за свои деньги дальнейший ремонт колодца делать не будет. Это понятно. Ну что же, я надеюсь, что вы этот вопрос тоже будете постоянно озвучивать, поднимать, чтобы муниципалитеты также в бюджет включали эту статью, потому что колодцы – это, как говорится, наше все. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Мы сегодня говорили об экологии в Одинцовском районе, конкретно о колодцах говорили. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, пожелания, мы принимаем в течение недели ваши звонки по телефону 508-86-84. Или вы можете сразу напрямую обращаться в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты, на который вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.